День защитника Отечества Фокина отметили спортивными мероприятиями. 22 февраля на базе 251-й школы состояли соревнования по армспорту Кубок Тихого океана, где юноши и мужчины состязались за звание сильнейшего. За ходом борьбы наблюдала и съемочная группа ТТВ. Общегородские соревнования по армрестлингу прошли Фокин впервые. Чемпионат Кубок Тихого океана был организован по инициативе руководства города при поддержке Примостской Федерации по армспорту. Поводом для проведения состязаний по силовым видам спорта послужили сразу три важные события, совпавшие по временем. Посвятили мы их закрытию Олимпийских игр зимних в Сочи, Дню Защитника Отечества, наступающему празднику. И 15 числа у нас был День памяти воинов-интернационалистов, 25 лет вывода войск из Афганистана. То есть вот этим трем событиям мы посвятили данный праздник. Инициатором был Варанов Александр Сергеевич и непосредственно Федерация спорта Приморского края. Участие в соревнованиях приняли порядка 20 юношей в возрасте от 15 до 18 лет. Изъявили желание продемонстрировать свою силу и взрослые спортсмены. Сразу после регистрации состоялась процедура взвешивания участников турнира и жеребьевка. Так были установлены весовые группы спортсменов и последовательность выступления борющихся пар. С правилами проведения состязаний ребята знакомились непосредственно перед выходом к барьеру. Основные правила вам объясню. То есть судья приглашает вас за стол, встаете, перед захватом устанавливаете локоть на стол. По подушке вы можете устанавливать в любое место. Сюда, 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 куда угодно. То есть захват, самостоятельный захват 30 секунд дается. На первый взгляд борьба на руках довольно незамысловатый вид силовых состязаний. Спортсмены стараются как можно быстрее прижать руку противника к поверхности стола. Кому это удается сделать раньше, тот и становится победителем. Если по неопытности бойцов захват их рук оказывается недостаточно крепким, судья связывает запястье борющихся специальным ремнем. Перед этим еще судья, естественно, показывает все необходимые моменты, запрещаясь во время борьбы, чтобы как бы минимизировать травмы на подобных мероприятиях. Поскольку вид силовой борьбы были у нас и такие случаи, что где-то какие-то повреждения связок и переломов даже были. Поэтому задача судьи, бокового и главного судья – не допустить подобных моментов во время борьбы. То есть это все оговаривается изначально перед проведением соревнований. Опытные спортсмены заверяют, что армрестлинг – не такой простой вид спорта, как кажется поначалу. Исход борьбы часто оказывается непредсказуемым, а грубые силы не гарантируют абсолютной победы. Высокий результат зависит от различных факторов, главными из которых являются техника и опыт. Очень много тонкостей. Здесь не факт, что спортсмен большего стартового веса в конечном итоге победит. У нас были случаи, когда 120-килограммового спортсмена, здоровенного мужчину победил парень весом 75 килограмм. Он очень техничный, очень сильный парень. То есть здесь дело в технике, не столько в силе, сколько еще в умении. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью, как захватывающий зрелищный вид спортивного единоборства. Увлекательный как для участников поединка, так и для болельщиков, наблюдающих за схваткой. У меня нет хитрой техники, просто борюсь и борюсь, честно все. Мне этот вид спорта нравится очень, я ему импонирую, потому что тут можно показать свою силу. По правилам проведения турнира вначале бойцы меряются силой с использованием левой руки. Затем рукоборцы демонстрируют силовые возможности своих правых рук. Итоговые баллы, набранные участниками, суммируются по системе двоеборья. Завершается каждый этап состязанием сильнейших спортсменов на звание абсолютного победителя турнира. На этот раз этого звания среди юниоров удостоился Владимир Онищенко. Сильнейшим среди мужчин стал Арут Арутюнян. Призеров и победителей наградили медалями и кубками, участников состязаний отметили памятными дипломами.